Дорогие друзья, приветствую вас на портале exeged.ru. Отвечаем на ваши вопросы. Вопрос длинный, потерпите. Готова ли церковь принимать в свое лоно людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и трансгендером, если они хотят вести духовную жизнь, посещать службы или вымогать в храме? Ответ очень простой, конечно, и с большой радостью. Если они и правда хотят вести духовную жизнь, то безусловно. Человек, который ставит духовную жизнь на первый план, это означает, что он будет бороться со своей плотью. Об этом писал в свое время апостол Павел, когда говорил, что душа моя стремится к Богу, а плоть моя тянет меня вниз. Он еще говорил, бедный я человек. Соответственно, если мы по-настоящему будем служить Господу Богу, нет никаких проблем и никаких разделений не будет. Смотрите, как пишет апостол Павел. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члена Христовы? И мы свои тела приносим в жертву ради духовной жизни». Поэтому есть у человека какие-то проблемы с ориентацией, или у него расстройство, он транссексуал и так далее. Но во Христе проблем не будет. И как любой другой человек, он будет бороться с блудными помыслами и будет стараться всеми силами исполнять волю Божию. Потому что духовная жизнь, если вспомнить молитву «Ченаш», там такие слова. «Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле». И Христос говорит, что тот, кто исполняет волю пославшего меня Отца, будет иметь вечную жизнь, и я воскрешу в последний день. Так что, если и правда люди с нетрадиционной ориентацией сексуальной или трансгендеры, у них такие были проблемы до воцерковления, они воцерковились, то, конечно, у них не будет никаких потом вопросов. Они просто жить будут по воле Божией. Они не будут создавать так называемых браков, которые просто невозможны внутри церкви, какие-то так называемые однополые браки. Они будут жить по воле Божией, как Господь устроит, их жизнь так и устроит. Хочу заметить, что заповедь возлюближнего своего как самого себя, она не дана по отношению к какому-то полу. Там не сказано, что мы должны любить ближних противоположного пола. Во Христе нету разницы в плане полов. Апостол Павел так и пишет. Нет ни мужского пола, ни женского, но всё во всём Христос. Просто духовная жизнь от слова «дух», то есть когда мы хотим исполнять волю Божию. А воли Божией нет на то, чтобы люди жили в садомском грехе. Волю Божией нет на том, чтобы люди просто блудили. Волю Божией в том, чтобы мы любили по-настоящему. То есть жертвы своим, в том числе и телесным, ради духовной жизни. Так что всех людей, у которых есть проблемы с ориентацией или трансгендера, транссексуала, неважно как, мы, конечно, приглашаем жить нашей церковной жизнью, полноценной, духовной. Но если вдруг по какой-то причине вы не можете создать брак, потому что у вас нет влечения к противоположному полу, ну, значит, вы будете как-то жить по-другому. Когда Господь вам покажет, по-другому реализуете себя. Какие проблемы? Разве брак является единственным смыслом жизни? Это не так. Смысл жизни у христианина — жить по воле Божией. Поэтому ждем вас. И, конечно, мы вас любим, христианской любовью. Очень надеемся, что вы нас тоже будете любить. В ответ христианской любовью все мы будем, как братья и сестры, во Христе. Помоги Господь. Продолжение следует...